Роман Джулай Роман Джулай Роман Джулай Роман Джулай Пока не прекратились дни погожие Спешите, ведь откладывать нельзя Спешите сделать что-нибудь хорошее Во имя Господа мои друзья Умчались безвозвратно дни вчерашние Одни следы оставив за собой А в них вопрос звучащий без пристрастия С чем мы вступаем в новый день с тобой Пока не прекратились дни погожие Спешите, ведь откладывать нельзя Спешите сделать что-нибудь хорошее Во имя Господа мои друзья Спасибо, друзья, для вас вживую Роман Джулай Обычно я гостям предлагаю выбрать, как они хотят поучаствовать в пении Но Роман выбрал акапелла, поэтому это шикарно Спасибо Скажи, пожалуйста, в какой семье ты родился? Я понимаю, что ты не в первом поколении верующий Уже так Бог Я, насколько мне память позволяет Где-то в третьем или четвертом поколении Мы верующие Христиане, да Моя прабабушка 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 была православной И она поклоны каждое утро В четыре утра вставала Каждое утро отбивала поклоны Перед образами А потом, когда она встретила Иисуса Христа И приняла в свое сердце личное То она стала протестанткой Это прабабушка? Это прабабушка, прабабушка, да Как же хорошо Со стороны папы тоже Это со стороны мамы А со стороны папы тоже где-то в третьем поколении Тоже все были верующие Некоторые даже прошли тюрьмы Вот, ну, такое время было Ну, я очень благодарен Богу за то, что я родился в такой христианской семье Слава Богу Я слышал, что твоя мама уже с 7 лет Она писала мелодии, музыку писала И всегда говорила, вот у меня будет муж, певец Расскажи, как родители познакомились Что это за время было? Папа уже напел? Да, ну, интересно Спасибо, что ты приметил такую деталь Действительно, в 7 лет Я бы сказал, такое было пророческое видение у мамы Что у нее муж будет певец И вот где-то чуть позже Она увидела певца И это был мой папа Это в служении она увидела? Да, в служении увидела Да, в служении И также в служении А после служения Мама на семья Ее родители Была очень консеприимная И они все время приглашали людей на обед И как раз папа пришел на обед И она еще Не то, что под стол пешком ходила Но уже еще в раннем возрасте Заприметила папу И, возможно, что-то уже коснулось ее сердце Ну, это было ей, наверное, 10-11 лет Наверное, да Ну, она уже накрывала стол Она уже ухаживала И она понимала, что же это за гость Это правда, когда папа пел в служении Тогда же мало кто так Все говорили, артист приехал Да, да Ну, я скажу тебе Было такое, что Когда папа посещал церкви Которые были какие-то сильно консервативные То были такие моменты Когда говорили Подходили папе Ты когда поешь Ты вот так стройно Пой, стой Не надо руку поднимать Не надо ничего Папа поднимал руку Да, папа поднимал руку Обращался По-моему, вот я видел Видео Он вот так прямо пел Так красиво Ну, в общем, все отдавал Вот, Геннадий Вот точно как мы с тобой разговариваем Вот точно так же Папа со сцены Или с кафедр Где бы он старался донести Эту мысль до слушателя Он старался иметь живой разговор Живое общение Он смотрел в глаза Смотрел на лица Смотрел на реакцию А не так просто Для галочки Красиво Скажи, пожалуйста В то время Папа, мама Они же выучились Получили образование Вообще легко было получить образование Верующим? Мой папа Закончил Одесский медицинский институт Он врач-терапевт Терапевт? Да, врач-терапевт Вот А мама Она инженер-технолог И в свое время Она работала на пище В своей фабрике Инженером Слушайте, шикарное образование У родителей Как это реально было? Я тебе скажу Интересно То, что Я не знаю Каким образом Папа Поступил в медицинский институт В Одессе И он Учился И где-то На последнем курсе Вычислили, что он верующий И говорят Зиновий Джулай Пожалуйста У вас стоит выбор Либо верить в Бога Либо продолжать карьеру Вот И благодаря Богу За то, что Папа выбрал Верить в Бога И Бог был защитником его До конца дней его И точно так же Мама закончила Инженерный институт Заочно Заочно Тоже в Одессе И таким образом Она получила образование Нет, конечно Было нелегко Получить Даже Зачем нам говорить Про те времена Знаешь Когда я учился Я еле поступил в институт Тоже закончил Два курса Николаевского Корабельского института По инженерии Ну Тоже с трудом поступил То есть В те времена Получить образование Это было еще Особенно чудо от Господа Чтобы получить это образование Как-то сверхъестественно Вступались какие-то люди За наших людей Поэтому папа Был доктором Он был хорошим доктором? Говоря о том Насколько он был Хорошим доктором Люди, когда приходили В регистратору И к терапевту То они говорили Пожалуйста Мне именно К врачу Зиновьи Джулай Пожалуйста И у него Почти каждый день Очередь была В 100 человек Живая очередь В 100 человек Да И люди ждали Именно хотели попасть к нему И папа тоже Не зависимо от того Если у него смена закончилась Он шел И он ждал Пока последний пациент Не примет Слушай Ну кожу Ну он такой вот Папа мне Это сильно Я знаю Что у каждой Творческой личности Есть предыстория Что Как писалось Как создавалось Это произведение Ну и потом Конечно История и свидетельства Некоторые из них Я бы сегодня Хотел вместе с тобой Вспомнить Наверное Первая история Когда его окружение Может быть Не все верующие люди Но Он был приглашен На день рождения И там он услышал Что Ну попросили спеть Папа спел И все Так слушай Так ты же особенный Человек У тебя талант Вспомни немножко Об этой истории Как раз Когда папа учился В Одесском Медицинском институте Его друг Приносил на день рождения И в частей приглашенных Были также Преподаватель консерватории И папа спел Песню Дивлюсь я на небо Тай думку гадаю Чему я не сокил Чему не летаю Он спел Эту песню И к нему потом После подошел Человек говорит Я предподаватель консерватории И пожалуйста У вас уникальный дар Уникальный дар Пожалуйста Приходите петь в театре Без экзаменов Я составлю вам протекцию Вам не надо учиться Нигде Вы уже имеете этот дар Вам не надо учиться Приходите И я вас устрою петь в театре У вас обеспечена будет карьера У вас будут деньги У вас будет состояние Пожалуйста Соглашайтесь Реакция папы Реакция папы Но папа Он покорный И как говорится Уважал своих родителей И он написал письмо К своему отцу В село Написал И написал Помимо того Что Как ему хорошо Как ему хорошо учиться Как в его жизни Помимо того Он говорит Папа Меня приглашает Артистам В театр Без экзаменов Обещает хорошую карьеру Будет достаточно средств Будет состояние Папа Я бы хотел пойти Вот по этой линии Доктором Хорошо быть Хорошо быть врачом Но Артистам тоже неплохо Будет достаток во всем И папе написал письмо И потом папа Написал ему Не длинное письмо Его папа написал И Закончил это письмо Такими словами По-украински В моей хате Еще не было артистов Только артистов Все артистов нам не хватало Да Все так артистов И потом папа Ходит по Одессе И идет И так немножко Грустит Ну это какая-то печаль была Да Потому что он уже Наверное Какие-то планы построил Что-то вдумал уже Да А тут Достань Достань с кольверта Письмо папа Еще в моей хате Не было Только артистов Положил И говорит Ну что Что он соображает Что он понимает Он в селе Я в городе уже живу Жизнь кипит Опять В моей хате Еще не было Только артистов Вот И Ну знаешь Благодарение Бога За то что он пошел Послушался своего отца Тоже Скажем Пример хороший И для тех Кто нас смотрит сейчас О том что Почитай отца твою мать И будет благо тебя И будь же долголетен Впоследствии Мы еще видим Очень шикарный результат Потому что папа Как много сделал Для дела божьего А если бы он Ушел учиться Кто его знает Как бы его закончилась Бо его тогда жизнь Может быть Он бы пел Только не для Бога Да Поэтому Ну слушайте Уважение к родителям И вот так Правильные выборы в жизни Такие особенно сложные Как важно Когда мы спрашиваем У Бога и родителей А родители никогда Плохого не пожелают Родители Да А скажи пожалуйста Какой первый псалом Папа и мама Написали вместе Я спросил у мамы И говорю Мама А ты помнишь Какой вместе Вы псалом написали Папа Потому что раньше Писал стихи Мама тоже иногда Композировала Но совместная Но совместно Папа рассел Когда они Стали с мамой Вместе И первый Он написал Страницы прошлых дней Листаю я порой И в памяти моей Проходит чередой И детство колыбель И юность и весна И снежная метель Что тропы занесла И мама Послушала стих И говорит Слушай прекрасно Давай я напишу мелодию И написал Написали Вот Это такая Как будто биография Там такие слова Рассетия сил познал Христа Любовь В душе моей Пылал Святой огонь От радости Тогда Я был готов Идти за ним Куда бы он ни пошел Но мир Коварный грез Манил меня к себе На крыльях Славы нес Комбанчивой судьбе Я в зареве Огней Холодных и пустых Провел так Много дней Будь милостив Прости И Какие сильные слова Это же проповедь настоящая Я тебе скажу Казательно Моих Стихов моего папы Это действительно Он Так писал Так умел вложить Слово Самое сердце Самое сердце Хочу сказать еще Об одном стихе На котором мама написала мелодию Это называется Стих следы Очень интересен сюжет Я не знаю Кто ему дал идею Потом эту идею Он преобразил в стих О том что Человек Когда пришел к Богу В американских домах Есть такая картинка Футпринс На холодильнике Или на стене И на этой Новорожденных обычно Да Для Новорожденных Во Христе Вот И Интересно Что говорит Содержание этой Футпринс Картинки В том что Когда Человек Принял Иисуса Христа В свое сердце Христос Обещал Всегда быть с ним И действительно Оглядываясь назад Были видны Две пары следов Одна из которых Принежала мне А другая Господу Иисусу Христу Но вот однажды Когда было очень трудно Оглянулся назад Увидел только Одну пару следов И человек Воззвал Воззапил к Богу Господь Иисус Христос Ты обещал Всегда быть со мною Почему Когда трудно Я вижу только Одну пару следов Где ты был В тот момент И тогда Господь отвечает Дитя мое Я обещал Тебе быть с тобой Всегда И я никогда Никогда не нарушал Это обещание Те следы Которые ты видишь Это не твои следы В тот момент Ты был На моих руках Вот И Сильно Очень глубоко Очень глубоко Какой же Интересный дуэт Состоялся Твоих родителей Это не чушь Я скажу Разница возраста Ну Может конечно А вообще Знаешь Я скажу Во Христе Не имеет значения Как говорится Ни мужчина Ни женщина Ни еврей Ни 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 язычник Хорошо Я тебя услышал Да Друзья Зиновий Роман Муж Такие шедевры Как же красиво Кстати Потом эту песню Насколько я понимаю У нас была возможность У вас Старый Новый год Поются песни Новогодние А потом Есть интересная история Я хочу Чтобы ты на ней остановился Была Всесоюзная конференция В Москве Туда приезжает со всех стран И это Москва Конечно Встречала тогда И вот папу попросили спеть И по-моему Ему не дали допеть псалом Расскажи об этом Очень интересно Спасибо за то Что ты вспомнил Действительно Это Там в Доме молитвы В Москве На Маловузовском Еще так назывался Маловузовский Там находилась церковь И была большая конференция И папа начал петь Псалом Спешите сделать что-нибудь хорошее Во имя Господа Мои друзья И на то время был гнида Такой Очень Такой знатный человек Епископ, да? Да, почитаемый Он встал И после третьего куплета Встал просто там Со своего За кафедру И Зиновий И говорит Вот так вот Машет Знаешь, сначала была реакция непонятная Почему машет? Что Остановиться петь Ну Папа Послушный Говорит Остановился петь Говорит Так Зиновий Перестань петь Сейчас же Пойдите Размножьте Это произведение В то время уже были Эти серксы Пойдите Размножьте слова И мы Раздадим Людям И потом уже Буквально через 5-10 минут Уже Весь зал Пел эту песню И Весь зал Пел И эта песня Понеслась В разные концы Бывшего Советского Союза Ну еще такого я не слышал Чтобы вот пастор Остановил служение Председатель объединения Да Председатель объединения Остановил служение Для того, чтобы Сделать копии Раздать хористам И раздать людям В зале Чтобы они все Спели этот псалом Следующая история Не забудь помолитесь о Богу О чем она Как предисловие Эта история Этот псалом Не забудь помолитесь о Богу На украинском языке Вы с Украины Поэтому все спели Украинским Да И многие произведения Которые сейчас уже На русском поются Но и произведения Были Такое как Поле мое Переведены Она была сначала Рождена на украинском языке Поле мое Ныва мая Вот И Говоря о песне Не забудь помолитесь о Богу Знаешь Хочется Употребив Возможность Быть на прямом эфире Сказать о том Что Да Это действительно Произведение Моих родителей Моего папы И мамы Папа слова Мама на музыку Потому что Мне иногда говорят Слушай Кто-то там пел Не забудь помолитесь о Богу И говорил Что это моя биография Кто только не пел Этот салом Во всех церквях Это звучало Да Ну Я не против того Что это Отвлекается Возможно В каждой семье Мама Всегда Молилась О своих детях Давыдюк Наверное Больше всего Ее успел Как раз Она прозвучала Джордж Давыдюк Я помню На кассетах Тогда Это тогда Размножалось Возможно Возможно Я Я очень уважаю Давыдюка И я уверен Что он Не 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 Присебечивал Как бы Ну Присвоивал Не присвоивал Да Вот И Интересная история Написания этого псалма Пожалуйста Папа В очередной раз Его пригласили Участвовать В служении В другом городе И он Собирался И уже На пороге Его встретила Мама Говорит Сынок Я хочу Тебе Деще Запытати Хочу Тебе Что-то Спросить Говорит Мама Будь ласка Пытайте Я Дуже Поспешаю Скоро Автобус Будет Входить У нас Не было Личной Машины А Ездили На автобусе И Мама Говорит Я хочу Тебе Запытать Ты Молився Сегодня Я Конечно Молился Я И утром И когда Кушаю И когда Ложусь Спать Я Всегда Молюсь Богу Не Зараз Зараз Сейчас Они Склонились На колени И Мама Горячо Молилась Слезами На глазах И Папа Поехал Служить В другой Город Через Пару День Когда Он Возвращался Обычно Мама Всегда Встречала На пороге Но Он Не Увидел Мам В этот Раз Мама Его Не Встретила Он Прошел В комнату И Сердце Его Жало Такая Боль Он Увидел Свою Мать Лежащую На кровати Парализованную И Она Уже Не Была В Сознании В Кроводяние В Моз Она Хотела Что-то Сказать С Небес Обителях Но Слова Сыну Мій Не Забудь Помолитися Богом Остались В памяти Папиной На всю Жизнь И Потом Эти Слова Он Воплотил Во всех Творения Не Забудь Помолитися Богом Во Молитве Надія И Сила Стане Легше Терниста Дорога З Не Завжди Ты Будешь Щасливым И Потом Позже Мама Написала Мелодию К этому Прозвителю Я Хотел Его Просить Спеть А Ты Уже Так Его Красиво Рассказал Я Хотел Петь Утром Вечером В Любое Время Поле Мое Неба Моя Чем Она Засеяна История Этого Псалма Или Свидетельство Поле Мое История Написания Псалма Как я Уже Сказал О том Что Оригинально Она Была Написана На Украинском Языке Потом Папа Перевел На Русском И Интересное Такое Свидетельство Папа Рассказывает И Это Записано В книге Поле Мое Это Сборник Сборник Стихов Папа Спасибо Что Ты Принес Где Его Можно Принести Мы Сделали Тираж Несколько Тысяч Но Он Разошелся Кто Успел Тот Имеет Да Поле Мое И Интересное Это Поле Мое На Первой Странице Интересное Свидетельство Что Когда Была Написана Музыка На Слова Поле Моя Мы Начали Работать Над Ней Это Связь С Мамой Зиновий Стал Ее Выпивать Творчески Продумывать Прочувствовать Он Начинал Ее Петь И Останавливался Слезы Застилали Его Глаза Мы Оба Плакали И Сидя Я Сидя За Пианино Он Отойдя К Окну Так Несколько Раз Мы Приступали Внов И Внов К Разучиванию Остановимся Поплачем И Дальше Идем Помню Зиновий Спел Эту Песню На Выпускном Вечере Первого Выпуска Регентов В Москве На Котором Присутствовал Иеромонах Иоаннафан Позже В парке Папа Встретил Этого Иеромонаха Кто Это Иеромонах Иоаннафан Я Читаю То Что Написано Это Какой-то Служитель Католический Православный Православный Иеромонах Иеромонах Это Хороший Высокий Сан И он Встретил Говорит Слушайте Это Не Вы пели Песню Поле Мое Папа Говорит Да Вы Запомнили Говорит Вы Знаете Я Уже Три Дня Хожу И Оглядываюсь Оглядываюсь На свое Поле Оглядываюсь На свою Ниву То То Это Произведение Провезло Определенное Впечатление На Этого Иеромонаха Действительно Там Глубокие Глубокие Слова В Поле Мое И Вывод Третий Куплет Говорит Теперь Спешу Засеять Ниву Зерном Спой Пожалуйста Третий Куплет И Припев Третий Куплет Он Начинается Так Благодарю Господь Сердечно Что На закате Жизни Дня Ты В милосердии Бесконечном Простил Помиловал Меня Теперь Спешу Засеять Ниву Зерном Отборным Не пустым Чтоб День Великой Вечной Жатвы Меня Внезапно Не настиг Вспоминаю Осенью Времена Весенние Поле Мое Ниву Мою Лишь Добром Засею Я Поле Мое И Действительно Папа В своей жизни Он засевал Это поле Добром Но один из его посевов Это дети Которые родились В его семье Какое счастье Родиться в той семье Которую так люди Были посвящены Господу Трудились Писали Тебе было по-моему Четыре И твоему брату Павлу шесть И вы уже пели В церкви Дуэтом Плюс ко всему Вы ходили в музыкальную школу По классу скрипки Вспомни это время Это же вы там По богослужениях С родителями Они же Они же вас с собой Как говорится За ручку водили Да Я Говоря о том Когда я начал петь Действительно Еще существует Запись Когда мне четыре года Я пою Пою Помнишь что пел Я помню Помню Мамочка Мамочка Мы тебе поможем Все на место Уберем И на место Сложим Такие Разные Те песни Кто писал эти песни Ну это Это была Наверное Известная песня В то время Красивая Да И Мой брат Который на два года Младше Старше Младше На два года Младше Это я значит Перепутал Да Дело в том Что ты правильно Сказал О том Что моего брата Записи существует Когда ему было Шесть лет Шесть лет Вот И мы уже тогда Пели Дуэтом С ним И Очень четко Я подбирал Я подбирал Альтовую партию Он вел первую Вот И Потом Как ты уже заметил Мы учили в школе И Мы учились В школе Музыкальной школе Игре на скрипке Я закончил Тоже Школу Игре на скрипке Но сейчас Давно уже не играл Ну так Тогда же ты же играл На скрипке Тогда играл И дело в том Что Говоря о тех временах Мы Мама была Дирижером Кора Церковного хора И также она была Дирижером Регентом Оркестра Был Оркестр инструментов В котором были И домры И скрипки И баяны И мама Расписывала Партитуры Не слышал Но мы Нас слышали Нас слышали И потом На следующий день Буквально Директор школы Вызывал И говорил Что это вы там играли Все равно вас увидели Все равно вас увидели Кстати Но это же Уколость на оценках Вам снижали оценки Вас какие-то гонения Впоследствии Вы же ощущали это Давай так скажем Вопрос в том Что Благодарение Богу Что мой папа Был уважаемый Уважаемый человек Доктор Доктор Врач И у него учились И преподаватели В школах В вузах И разные Именно хотели К нему попасть Вот И Из-за уважения К родителям Нас старались Не сильно Унижать Но Все-таки На заключительных экзаменах Меня Допустим Я шел На золотую медаль В школе Но ты ее не получил Не получил Две четверки Поставили В моем аттестате Две четверки Ну ничего Слава Богу Слава Богу И за то Хорошо Ну а то время Что было вообще Посещение церквей Какое было служение И ванголизации Тогда же еще не было Знаешь Я скажу Что мои родители Раз или два раза в месяц Они По приглашению Выезжали В какие-то другие церкви Другие города И Допустим Я четко помню Мы Когда мы на автобусе Ехали в какой-то Другой город Мы спали в автобусах Мы спали в автобусах Для того Чтобы успеть На утреннее служение То есть Все равно Были возможности Евангелизации Были возможности Спасибо Уважаемые телезрители Сегодня мы говорим О творчестве О жизни В эфире программы Влияние И гость нашего эфира Это Роман Джулай Еще раз Рад тебя приветствовать В эфире Друзья Роман Джулай Автор Исполнитель Композитор Миссионер Записал более Девяти музыкальных альбомов И Сегодня мы также Говорим о жизни Его родители Потому что Зиновий И Диана Джулай Они написали вдвоем Более 200 христианских Салмов для нас Которые мы знаем Поем Поэтому Как приятно Вспомнить о том времени И конечно же Прославить нашего Господа После школы Это был Корабельно-строительный институт Потом Армия Потом переезд в Америку Почему Питтсбург Пенсильвания Первый город Куда мы приземлились Это был Питтсбург Пенсильвания Мама Мама Сестра Вера Она в 89-м году Выехала в Америку А мы в 91-м Мы же тоже своего рода Динозавры Более 30 лет Здесь в Америке И потому что Была мама Сестра Мы приехали Было кому ехать Было кому ехать Да Кстати Но Питтсбург Это же не Сакраменто Как вообще Там вам английский Давался Это же Надо было Выучить его Очень быстро Получалось у вас Вообще Интересно Заметь Я то что В Питтсбурге Очень мало было Славян Не так как В Сакраменто Когда ты приходишь В госпитали Тебе предоставляются Все услуги Мы приехали туда В Питтсбург И буквально Только наши Мы Спонсором Выступила Баптистская церковь И мы жили в американской среде Полностью И Все что мы делали Это Ходили со словариком Несмотря на то что В школе У нас учили Английский язык Но кроме того Что как считать Yes and no Это Это был Наша База База английского языка И Я не подсоединяюсь Сказать что Извини Так Мозги пухли И голова болела От того Чтобы ты старался понять Но благодарение Богу За то что Мы ходили Днем в школу Учили английский язык English as a second language А вечером В течение 4 часов Мы убирали в офисе С моим братом И 4 часа Я слушал Американское радио И Проповеди Из-за того что я знал Писание На русском языке Как в языке Звучит писание Я хватался За знакомые слова И Таким образом Мой словарный запас Увеличился Все больше и больше И буквально Прошло полгода После слушания Радио В нашем городе В Питтсбурге Где мы были В то время Был Крусейд Билли Грэма И Через полгода Я уже переводил Его проповедь Для Для славян Которые пришли На Еще раз Через полгода Жизнью в Питтсбурге Без Без Ну как говорится Там где нету Такого русского языка Ты уже был переводчиком Для тех людей Которые еще не успели Выучить Проповеди Билли Грэма Ты проверял И там люди все поняли Ну Я судил По тому Сколько вышло На покаяние Я не спрашивал Кто из них Славяне Вот значит Было понятно Слушай Но там же у вас Еще удивительная история Вы попадаете В шикарный хор С твоим братом Что там Мэдисон Хор Мэндельсона Мэндельсона хор Да Это такой Очень Общепризнанный Профессиональный хор Сколько человек Я думаю Человек 200 200 человек Да 200 человек И Дело в том Что этот хор В Свою программу Включил Прозвение Шестаковича Там Битва А и было Дело На реке Неве На большой Воде Вот И Меня и моего Брата Пригласили В качестве Научить Американцев Как правильно Произносить Слова Для того Что этот Весь хор 200 человек Был Пел Прозвение Шестаковича На русском языке Вот это Все Полностью На русском Орфографически Было написано Как произносить А мы Корректировали Для того Чтобы Слушателям Американцам Было понятно О чем Они говорят Вот И И потом Вы участвовали В этом хору Да Да Вы так хорошо Помогли им Что они сказали Слушайте Оставайтесь Да Да И Как раз Это произведение Шестаковича Дирижировал Ростропович Известный Велончелист Вот И Вот В своей жизни Тоже встретили Ростроповича И потом Мы его Везде сопровождали По всем Мероприятиям Такое Интересное Тоже Интересное Потом Конечно же Вы посетили Город Сакраменто И решили Здесь Остаться Года Раза два Раза два Мы со своим Папой С мамой Отдельно Приезжали Раньше Потом Говорят Роман Приезжай Тут Так Хорошо И потом Мы вместе Приезжали Еще два раза В Сакраменто И конечно Здесь я почувствовал Как рыба В воде Ну здесь Сколько наших Сколько церквей Сколько возможностей Участвовать в служении Да А это Ну когда вы приехали Это была самая сильная Первая славянская церковь Леонид Бугрьев Регент Ты там Начинаешь петь Как хорист И Солист Да Расскажи Как тебя там встречали Федор Петрович Карпец Тоже Еще тогда был Пришел на служение И Леонид Бугрьев Старший Заметил меня Сидячий Вверх Роман Почему ты там сидишь Пожалуйста Проходи Проходи в хор Проходи в хор И участвуй Вместе с нами Вот так я оказался В хоре Первой славянской А мог бы сказать Знаете что Братья и сестры Я из хора Мендельсона Поэтому пожалуйста Раступитесь А ты скромно ждал Молодец Потом я насколько понимаю Произошла первая запись Твоего псалма Это был ФИБС студия Валентин Бурлака Потом знакомство С студией Райт Чойз Почему Райт Чойз Знаешь просто я искал Кто умеет записывать И мне попался Дело в том что В Райт Чойз работал Аркадий Тофан 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 да И он там записывал Был инженером И мне очень понравилось Его отношение Вообще И он Дело в том что Он обладает идеальным слухом Я Ты знаешь что такое идеальный слух Это допустим Если я дал ноту Помоги мне Объясни Если я дал ноту Аркадий Скажи пожалуйста Что Та Он говорит Окей Это нота Такая Определенно Он сразу четко Есть люди Которые обладают Я этим не обладаю Просто Может меня не научили А нет Ты наверное скромничаешь И то есть Работая с Аркадием Ты приходишь к выводу Что ты там в студии Записываешь 9 музыкальных альбомов В Райт Чойз Да Да Следующий вопрос Из 9 альбомов 50% псалмов Это песни Которые написали твои родители Остальные половины Как ты выбирал псалмы Я думаю Что наверное Больше чем 50% Родители Но Когда я подхожу К выбору Той или иной песни Или псалма Я Первое на что смотрю Это смысл Текст Да Смысл И вообще Что мы хотим Этой песне сказать И знаешь Я этому научился От моего папы Он не пел Так простые песни Вот И Он старался Петь только То Что будет полезно Для души человека Вот И Таким образом Я тоже смотрю Когда Есть Определенно смысловое Содержание Нагрузка И тогда я беру Эту песню Или этот псалом Ты как-то Авторов знаешь Кто Или есть такие Которые не знаешь Есть такие Которых я не знаю Есть такие Которые Ну просто Глубокий смысл Он сразу виден Сразу Допустим Скажем К примеру Допустим Когда Мы провели Вечер С Маргаритой Коломийцевой Совместной Там Церкви Брайт То У нее Такой глубокий Смысл У нее Каждое слово Она стихотворится Она стихотворится Да Каждое слово Имеет Имеет Определенную Определенный Смысл И каждое слово Имеет вес И когда мама Присутствуя На этом концерте На этом Творческом вечере У нее сразу Буквально За следующие Неделю-полторы Родилось Девять произведений Новых произведений На стихи Маргариты Коломийцевой После Вашего Творческого вечера Твоя мама Не только слушала Она еще пришла домой И под эмоциями Под Впечатлением Как же Красиво Если Вы знакомы С творчеством Маргариты Коломийцевой Это просто Без Это глубина Как ты ее нашел Встретились Ты знаешь Дело в том Что Я очень люблю Слушать Пастора Алексея Коломийцева Очень люблю Слушать его Глубину Его познания И его Толкования И как-то Он Написал В Фейсбуке Стихотворение Одно Стихотворение И я уже Не помню Указал ли он Автор Ну я помню Что он указал Но обратил ли я Внимание на автора Этого произведения И я начал Еще Как будто бы Дописывать что-то В рифму Попал в ее слог И начал дописывать А потом И отослал Пастора Алексея Тоже А потом думаю Кто-то уже трудился Чего я туда буду Свои Свои Две копеек Три копейки Вкладывать Туда И прочитал Ее содержание Оно имеет Полный смысл Не надо Ничего добавлять Вот И вот таким вот образом Я познакомился С творчеством Коломийцевой А если говорить О Коломийцевой Не знаю Стоит ли Пользуясь В том что На моей эфире Первый стих Коломийцевой Который Я Увидел Это Вопрос Кальвинизма И армяниатства Ого Вот И Интересно Она Сейчас я найду Давай давай Сейчас я найду Я проверяю Свой тоже телефон Вот Секретарение Такое Так звучит Это первое Секретарение Которое Я с ней Узнал ее О том что Это она Его написала И даже На творческом Вечере Говорю Маргарита Ты мне могла Этот стих Прочесть Роман Я Это Не Не предназначение Этого вечера Для того чтобы Устраивать дебаты Какие-то Это просто Стих Моего Раннего творчества Пожалуйста Вот Зачем нам В умах Изощряться Пытаясь Дробить благодать Пора уж Смиренно признаться Что мы Не способны принять Божественных мыслей движения Его удивительный план Одним Он веряет спасение Других Заключает в обман Одним благодать Преткновение Другим Драгоценный Алмаз Умом Не постигнуть спасение Бог просто задумал Бог просто задумал И спас Кругов Богословских члены Ломают Бессилие мечи О логике Толстые стены А Бог Наблюдая Молчит И ждет Пред Ним Преклонение Признание Его Божества Стремление К цели Спасения Познание Его Естества Довольно По кругу Вращаться Гипотез Христова Добра Пора Перед Ним Преклоняться О Боге Подумать Пора И в небе Застыв У престола Замкнут Электроды Умов Толпы Богословов Безмолвных Не будет Ни споров Ни слов Утонут Теории В Боге Теолог Сраженный Замрет И Кальвину В тихом восторге Арминиус Руку Пожмет Красиво Красиво Спасибо Вот так она умеет Кстати Вот этот ваш вечер Который вы с Маргаритой Провели Там же Есть интересная Предисловие Как ты Рекламировал Этот вечер Давай мы все-таки Его вспомним Давай Ты расскажешь Значит Готовились К этому Творческому вечеру И Он на братье был Он на братье Да Моголюбная церковь Да Место Люди пришли Полная церковь была И Я спросил У Риты Рита Хотелось бы Назвать Вот такой Живой Бог Или Мы Живые Камни Или что-то Такое Она говорит Слушай, Роман А давай просто Назовем Живой Живой Она Такое Многогранное Слово Живой Пускай люди Сами Додумывают Что Что это Слово означает Для них Лично Или Для Вообще Вот И Хорошо Фотографии И Это Реклама Тоже Мою Фотографию И А я там Работал Раньше Волтаме Тебя Знали Люди И тут Люди Подходят Видят Фотографии Думают Говорят 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 Необязательно Виктор Кассеты Он Таким образом Давай Так Для нас Это Очень Известный Человек Да 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 Ткаченко Для Вообще Союзного Братства В то Время Был Вот И он Прекрасно Руководил Хором И Прекрасно Пел Так что Спасибо Связь наша Еще Дальняя Дальняя Рома У тебя Интересное Имя Потому что Роман Он еще И романтик Ты написал Такие шикарные Псамы Которые ты посвятил Ну песни Псамы Которые ты посвятил Женщинам Ах Женщины Сон Прекрасное Создание Прекрасное Создание Я Когда вижу Даже вот Реакцию Аудитории Все Сестры Наши Женщины Они Цветут Они пришли Услышать Вот эти самые лучшие слова Которые должна Каждая женщина Слышать Ты их в песне Сложил Ну женщина Вообще Женщина Это венец творения Женщина Это венец творения Потому Они достойны Того Папа же не писал Такие псамы Это ты уже Так смело Я был просто Смелее Просто папа Знаешь Я Я Знаю Писание Хорошо Но как-то Вот эта вот Тема Любви Как ты сказал Романтик Вот Спасибо тебе за это Близко Ты многократно ездил Миссионерские поездки И по многим странам Это будет нормально Я спрошу В каких странах Ты был на миссии Пел Пел Для людей Служил Ну если говорить О Европе Это Италия Германия Португалия Здесь Куба Были там На Кубе Вот И Гагаузия Ну это бывшие Страны Советского Союза Гагаузия Молдавия Украина Конечно Украина Белогосия Германия Да Вот Ну если Кстати Давай две страны У тебя Спрошу О Кубе И Гагаузии Пару слов За эти страны Хорошо Говоря о Кубе Мы поехали на Кубу С Благодарительной Миссией Исполнить Писание Которое Записано Написано На корме голодного Мы поехали С пакетами Продуктовыми пакетами Это от церкви От церкви Да И интересно То что Допустим Церковь Уже Год до этого Приезжала Вот с такой Программой Раздачи продуктов И Продукты Люди Очень бедные Там в Кубе На Кубе И люди Приходили в церковь Для того чтобы Получить продукты Интересно то что Когда мы приехали Вот это Со вторым визитом На Кубу То Люди Получив Половина Из присутствующих Были именно те люди Которые получили Эти продуктовые пакеты Вот Через Этот продуктовый пакет Это был своего рода Ступенькой для того Чтобы достичь То есть пришли на служение Половина у людей Которые получили продукты Хорошо Да То есть Они не только пришли Они остались в церкви Они остались в церкви Остались в церкви Это другой вопрос Да Вот И Несмотря на то что Я видел до сих пор Там Такой Висит лозунг Коммунизм Или Смерть Или ничего То есть Там еще до сих пор Почитают Ну Сам понимаешь У них же машины Наши советские Можно проповедовать Там в коммунистической стране Да Знаешь интересно то что Николай Алексеевич говорит Знаешь такая деталь Мы ездили с Николаем Алексеевичем С пастором нашей церкви Бугрем И он говорит Знаешь Если ты выходишь С В некоторых местах Если ты выходишь С писанием Открываешь библию То Тебя могут Тебя могут Просто снять Прямо с церкви С подиума Если ты выходишь И не читаешь Из библии А просто цитируешь Тогда Ты проходишь Там Вот И значит Это хорошее Хорошее Наставление Или напоминание Нашим проповедникам Учите писание Наизусть Наизусть Гагаузия Чем интересно Гагаузия Интересная страна Это Молдова Юг Молдовы Тем что Сейчас Такое время Когда Сейчас Примары Это как Председатели Сел Они Открыты К восприятию Чтобы люди Принимали Христа В свое сердце И принимали Эту весть Примары Директора Школ Даже На том Государственном Уровне Говорят Ученикам Завтра Встреча В актовом Зале Явка Всех Обязательно Дальше С родителей Можете Приходить И собирается Полный актовый Зал И ты им Рассказываешь Поешь Вот такая Открытая Время Благоприятное Для Евангелизации Это сейчас Такое время Спасибо Я давно Хотел Тебе Спросить Вопрос Сейчас Хочу Чтобы Ты Открыл Секрет В чем Этот секрет Что люди Так хорошо Тебя Воспринимают Прежде всего Что У нас Есть общий Друг Иисус Христос Это Первое Что Второе Секрет В том Что Ты Говоришь То Чем Ты Живешь Люди Они Очень Быстро Сканируют Искренность Твоих Твоей Подачи Искренность Твоих Слов Если Ты Говоришь То Что Тебе Живет Если Это Не Наигранно Люди Это Воспринимают И Допустим Когда Я Говорю Либо Пою Я Стараюсь Так Петь Чтобы Это Было Донесено До Слушателя Стараюсь Петь Мне Нравится Такое Сравнение О том Что Живи Так Как будто Ты Выкладывайся По полной Спасибо Искренне Благодарю Тебя За все Ответы У меня Блиц Разные Вопросы Не в попа Но если Можно Отвечай Коротко У нас Не принято Говорить Кто Автор Псалма То есть Обычно Кто Поет Какой Псалом А вот Есть Известный Такой Певец Борис Бережной Когда он Поет Сколько Раз Мой Господь С Любовью Он Всегда Говорит Что Автор Музыки Слов Зиновий И Диана Джулай Как ты Что ты Скажешь Об этом Я скажу Тебе О том Что Знаешь У нас В Каких-то Христианских Круах Не Как ты Уже Отметил Что Непривычно Говорить Авторов Не знаю То ли Некоторые Говорят О том Что Потеряешь Награду Там На небе Кто Это Придумал Да Вот Но дело То Что Знаешь Я Коротко Отвечу О том Кстати Ты упомянул Бориса Бережнова Он Сказал Такую Фразу Говорит Я не стесняюсь Говорить Кто Автор Этих Слов Автор Этой Мелодии Дело То Что Если бы Мы Не знали Что Апостол Павел Написал Это Послание То Наверняка Бы У нас Были Вопросы Как Послание К Евреям Где Не указано Кто Есть Автор И Теология До Сих Не Имеет Четкого Скрывали Мы Не забираем Славы От Господа Потому Что Мы Несем Божью Истину Спасибо Какая песня Для тебя Особенная В последнее Время Одна из Песен Которая Особенная Для меня Это Песня Музыка Написала Мама На слова Маргариты Коломитцевой Замолви Слово Обо мне Там Такие Интересные Слова И Смысл Дело В том Что Я Делаю Вступление К этой Песне Говорю О том Что Когда Мы Идем На Какой-то Важный Апотмент Или На Важную Встречу То Если За нас Кто-то Замолвит Слово Тогда Весь Код Интервью И Решение Нашего Вопроса Может Быть Изменено Коренным Образом Лишь Потому Что За нас Кто-то Замолвил Слово Дело В том Что 2000 Лет Тому За меня За тебя И за вас Ради Слушатели Было Третий Последний Куплет Говорит Ответ Я На Кресте Уже Навечно Замолвил Слово О Тебе В Своей Жизни Ты Думаешь О том Кто Замолвил Замолвил Слово Христос Отвечает Я На Кресте Уже Навеки Замолвил Слово О Тебе Спасибо Твой Девиз Или Правила Жизни Спешите Сделать Что-нибудь Хорошее Спешите Что-нибудь Хорошее Пример Или поступок Из жизни Твоих Родителей Который Ты Запомнил Всю Свою Жизнь Я Помню Как Мои Родители Любили Друг Друга Просто Эта Любовь Была Проявлена И в Своих Их Произведения Знаешь Я Делаю Как Важно Чтобы В семье Люди Понимали Один Другого Представь Допустим Иногда Люди Молодые Ищут Друга Жизни И Допустим И встречается На пути Неверующий Человек Представьте Себе Что Верующий Человек Просыпаясь В воскресенье Утром Он Думает О том Что Хорошо Бы Пойти В собрание А неверующий Человек Ему Все равно Куда Пойти Вот И Потому Вот Это Единство Которое Между Мужем И Женой Я Видел Своих Родителей Они Всегда Старались Идти Потрудиться Для Слава Господа Спасибо Самый Необычный Вопрос Я никому Его Не задавал Если Умереть За Кого Или За Что Ты Был Согласен Если Умирать За Истину Если Умирать За Истину В Последнее Время Некоторые Мне Подкидывают Идеи И Пытаются Меня Пытаются Сказать Что Иисус Христос Не Бог Не Я Я Я Я Скажу Что Я Готов Умереть За Истину Для Меня Иисус Христос Есть Бог Есть Бог И За Эту Истину Я Готов Умереть Скажи Пожелание Для наших Телезрителей В эту Камеру Дорогие Друзья Спасибо 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 за То Что Вы Были С Нами Вместе И Пожелание Ко всем Вам Живите Так Как будто Вы живете Последний День Пойте И Общайтесь Так Как будто Это Последний День Как будто Больше У вас Не будет Этого Шанса И Спешите Сделать Что-нибудь Хорошее Во имя Господа Мои Друзья Дорогие Телезрители Мы искренне Благодарны За то Что Вы смотрите Христианский Телеканал Импакт Сегодня У меня Была Честь Общаться С Романом Джулай Мы говорили О его Творчестве О творчестве Во его Семье Я хочу Попросить Еще у нас Есть Две Сполны Минуты Чтобы Ты спел Какой Ты хочешь Псалом Давай Псалом Замолви Слово Обо Мне Давай Я Не хочу По бездорожью Блуждать Безбожной Тишине У трона Мой Защитник Боже Замолви Слово Обо Мне Мне Мудрость Мира Не Поможет В плену Греха Спасения Нет У трона Мой Защитник Боже Замолви Слово Обо Мне Когда Пугает Враг И Гложет Напоминая О моей Вине У трона Мой Защитник Боже Замолви Слово Обо Мне И Ответ И Слышу Твой Ответ Сердечный Зутящий Гронко В тишине Я На кресте Уже Навечно Замолвил Слово О Тебе Спасибо Огромное Очень сильная проповедь В этих песнопениях Буквально за несколько минут Вы успеваете сказать Целую проповедь Друзья Спасибо вам За то что вы смотрите Наши программы Благослови вас Господь Спасибо Роман Спасибо Геннадий Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин